Трёхлетняя девочка скончалась в Камчатской краевой больнице. Всё началось в воскресенье, когда у малышки заболел живот и поднялась температура. Отвезли нас в приёмное отделение города Вилючинска. Там осмотрел нас хирург и направил экстренно для исключения аппендицита в детскую краевую больницу. Педиатр осмотрела её и по внешним показаниям она сказала, что у вас обычная вирусная либо бактериальная инфекция, горлышко красноватое, но это не критично. Правда, она обратила внимание, она говорит, что всегда у вас такая бледная. Я сказала, нет, она не такая бледная, поэтому я дома испугалась, что она бледная и животик заболел. Поэтому сразу обратились за медицинской помощью, вызвали скорую помощь. У неё она заметила ещё тахикардию, то есть у неё уже сердце очень сильно стучало. Она сказала, ну это такое может быть, потому что температура у ребёнка. Далее был осмотр хирурга, который тоже не увидел ничего критичного. Ребёнка оформили в стационар. На следующий день пришла бригада врачей, которые также посмотрели её внешнее состояние, пощупали живот, живот сказали, мягкий, ничего хирургического мы не видим. И направили нас на УЗИ. В момент проведения УЗИ я услышала, что увеличена печень. Ребёнок даже не давал проводить мероприятия для чтения УЗИ, то есть не давал водить по животику этим аппаратом. И врач-УЗИст говорила, потерпи, малышка, я вижу, что тебе очень больно. Доктор потом к нам подошёл через некоторое время и сказал, что хирургического у вас ничего нету. У вас вирусная либо бактериальная инфекция, у вас идёт интоксикация организма по УЗИ и по крови. Поэтому будем наблюдать. И поставили нам капельницу. Затем у ребёнка начали холодеть руки и ноги. И она перестала узнавать маму. Я опять обратилась к ним, говорю, что меня это пугает, она как-то меня не узнаёт. Позовите маму. Я говорю, я же твоя мамочка. Она меня отталкивала. Они сказали, что это всё температура. Сделали рентген лёгких, ничего не обнаружено, всё было нормально. Когда мы вернулись с медсестрой, мне медсестра говорит, что-то у неё какой-то живот увеличенный. Пришёл опять доктор. Посмотрел, пощупал, сказал, всё нормально. И ушёл. Пришёл другой доктор, лечащий. Опять поставил нам капельницу ещё одну. У вас идёт интоксикация, мы вам ставим ещё одну капельницу. А я у них спрашиваю. Говорю, так у меня ребёнок не писает. Куда же капельница выходит? Как же быть? Они сказали, что ничего страшного, такое при температуре бывает. Вскоре малышке вновь стало плохо. Началась тошнота. Я обратилась опять за помощью. Подшла к врачу. Врач пришёл, посмотрел, ушёл. Её опять стало тошнить. Я побежала опять к доктору. Говорю, что уже её сильно рвёт. Он мне сказал, что вы хотите от меня, мамочка? Успокойтесь. Все дети болеют. За один день волшебства не происходит. Я ему сказала, что сделайте что-нибудь. Он сказал, что я вам сделаю? Я всё делаю. Температуру мерю, пульс мерю, капельницу ставлю. Что ещё надо? А у неё как раз уже губки посинели. А я говорю, у неё губки синие. А он мне на это ответил. Что вы хотите? Она у вас блондинка. Сосуды близко расположены. Она у вас не тяжёлая. Вот такие были слова сказаны. В это время пошла медсестра с рукалом укол от рвоты. И позвала меня. Мамочка, она так у вас и лежала. Я забегаю в палату, а ребёнок уже лежал без дыхания. Я побежала с криками за врачом. Он забежал в палату. Начал сначала делать ей массаж сердца, но это было безрезультатно. Он её схватил на руки и унёс в реанимационное отделение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Органам следствия устанавливаются детали произошедшего, а также назначены необходимые экспертные исследования в целях установления причины смерти. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела. Кроме того, надзорное ведомство проверит исполнение законодательства, стандартизация оказания медицинских услуг в лечебном учреждении. К её проведению привлечены специалисты Росздравнадзора.